Ради имени Твоего Третья книга Царств, 8 глава, 41 по 53 стих «Если и иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени Твоего, ибо и они услышат о Твоем имени великом, и о Твоей руке сильной, и о Твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы знали, что именем Твоим называется храм сей, который я построил». «Когда выйдет народ Твой на войну против врага своего путем, которым Ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который Ты избрал, и к храму, который я построил имени Твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. «Когда они согрешат пред Тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и Ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться Тебе в земле пленивших их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. «И когда обратятся к Тебе всем сердцем Своим и всею душою Своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться Тебе, обратившись к земле Своей, которую Ты дал отцам их, к городу, который Ты избрал, и к храму, который я построил имени Твоему, тогда услышь с неба, с места обитания Твоего молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу Твоему, в чем он согрешил пред Тобою, и все проступки его, которые он сделал пред Тобою, и возбуди сострадание к ним в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним». «Ибо они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут очи Твои, отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего, Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя. «Ибо Ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как Ты изрек через Моисея раба Твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи». Размышления, часть первая. «Иноплеменный верующий». Третья книга царств, восьмая глава, сорок первого по сорок третий стих. Соломон предвидит время, когда иноплеменник придет и поклонится в храме, услышав о великом имени Господа. Соломон молится о таких верных иноплеменниках, которые отважатся оставить свой народ и поселятся среди Израиля и просит, чтобы Господь услышал и их молитвы. Соломон не просто предполагает, что язычники все же придут поклониться Господу. В его молитве есть уверенность, что придет время, когда все народы услышат о великой руке Господней и придут в храм для поклонения. Какое удивительное предвидение! Даже храм Соломона предназначен не только для евреев, он для всех боящихся Господа и предвосхищает самого Христа. Итак, придем и будем молиться и поклоняться. Если вы, как и я, из язычников, помните, что Соломон молится о таких, как мы. Нас зовут молиться Богу, который услышит наши молитвы. Итак, молитесь свободно. Бог нас слышит. Размышления, часть 2. Милость, прощение и восстановление. Третья книга царств, 8 глава, 44 по 53 стих. Соломон по мудрости, данной ему от Бога, понимает сердце человека. Нет человека, который не грешил бы. Поэтому Соломон предвидит, что придет время, когда Израиль отпадет от Бога и будет пленен. Соломон молится, чтобы в такое время, когда сердца людей вернутся к Богу, и они искренне помолятся, Бог их услышал. Он молится, чтобы их искреннее раскаяние привело к прощению и избавлению и просит Господа всегда помнить о своем народе и однажды восстановить его. Ответ на эту молитву целиком и полностью приходит во Христе, который окончательно победил грех и смерть и избавил нас от них. Пусть наше восстановление будет только во Христе. Покаяние приближает нас к Богу. Будем же скоры на раскаяние, чтобы получить его милость и прощение, и чтобы Он восстановил нас, своих детей.